Вот такой стол мы приготовили на Новый год. Оливьешечка с курочкой. Запекли вот такое вот мясо, корейку. По такому же рецепту, как и ребрышки готовили. Холодец, салатик и вот такие вот прекрасные брускеты. Кстати, сразу скажу, мы одну попробовали. Мне понравилось очень. Вот мне очень понравилось. Но она, мы когда пробовали, прям была горячая. Сейчас немножечко остыла. Я потом попробую еще в холодном виде и потом вам скажу как. Ну, вообще мне понравилось очень вкусно. Как я это готовила, смотрите дальше. Конечно же, мандаринки. Куда же без мандаринок. Всем привет. Сейчас хочу приготовить салат. Буду готовить салат на новогодний стол. Хочу показать вам. Салат готовится очень легко, быстро, а получается очень вкусный. Это любимый салат моих дочерей. Так, вам показываю. Для этого нам надо отварная курица. В рецепте грудка нужна. Ну, я варила такие бедрышки и вот так вот на волокна разобрала. Потому что грудка для меня как бы суховатая. Потом нам надо гранат. Салат и салат айсберг. И, конечно же, майонез. Все. Делаем салатик. Берем салат айсберг. Можно нарезать, можно нарвать, как вам нравится. Первый раз, когда мне дали этот рецепт, я не нашла вот эти листья салата. Айсберг у нас не продавались. И я готовила просто, ну, то есть, как салат, да? Обычные листья салата. А в рецепте указывается айсберг. Когда мы готовили уже потом у дочки старшей, именно сайсберг, ну, это айсберг листья, намного вкуснее. Они такие сочные. Так что постарайтесь купить именно айсберг. Распределили листья. И теперь поливаю я майонезиком. На стол не поливаем. Далее берем мяско. Он получается такой легенький салатик. Хотя он идет с майонезом. И теперь виноградь, ой, гранатом посыпаем. Обычно, когда праздник, много гостей, я готовлю вот такое вот большое блюдо. Вот такое прям огромное. Смотрите, как он красиво уже смотрится. И теперь дальше снова украшаем. Продолжаем следующий слой. Снова листья укладываем. И вот так чередуем. Если не хотите рвать листья, это долго, можно, девочки, нарезать. Это будет намного быстрее. Мне кажется, когда рвешь, они такие более красивые смотрятся. И вот так делаю три слоя. И вот такой вот салатик у нас получился. Готовится буквально 5-10 минут. Еще хочу приготовить бутербродики. Сейчас вам покажу. Ну, я первый раз буду делать. Не знаю, если понравится, я вам скажу. В общем, такой багет купили. Нарезаю его на кусочки. Свежий такой. Смазываю каждый кусочек сливочным маслом. Вот так, немножко. И отправляю на противень. Застелила пергаментной бумагой. В духовку на 180 градусов до золотистой корочки. Вот так поджарила багет. Он мягенький, но пропитанный сливочным маслом. И такой, видите, немножечко золотистый оттенок получился. Ну, буквально минут 5. В духовке 180 градусов. Теперь нарезаем грушу. Теперь на сковородке растапливаем сливочное масло. Масло растопилось и добавляю сюда чайную ложечку сахара. И обжариваем грушу с двух сторон. В общем, жарим грушу с двух сторон до мягкости. Чтоб она у вас была вот такая вот мягкая, красивенькая. У меня сыр бри. Нарезаем его на пластиночки. На каждый кусочек брускетки выкладываем сыр. И пока груша горячая, выкладываем все на сыр. Как раз груша раступит сыр. Сырочек расплавится. Теперь берем мед и все вот так красивенько поливаем. Я думаю, будет вкусно, но я потом вам скажу. И последний штрих украшаем, все присыпаем грецким орехом. Орех я предварительно обжарила, чтобы он был такой ароматный. Как пахнет орешек, и груша пахнет, и все пахнет, девочки. Очень вкусно пахнет. И вот такие брускеты получились. Я приготовила немножко, так 10 штучек на пробу. Спасибо огромное всем за поздравления. Я все прочитала. Очень приятно. Я присоединяюсь и желаю вам того, чего вы мне пожелали в этом году. Спасибо вам огромное. В общем, я знаю, вы там пишите настроение. Нет, девочки, нет настроения ни у кого. Я не наряжалась по-обычному, даже без макияжа. И то я ходила целый день в костюме. Я уже думаю, ладно, переоденусь хотя бы так, легенько. В общем, сейчас проведем старый, встретим новый и будем спать. Все. Желаю вам тоже всем здоровья, девочки. Здоровья и мира. Все тогда. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok